Добрый день! Этот ролик для тех, кто любит видеть будущее. Сегодня, ровно год назад, на этом канале был сделан анонс для тех, кто хотел заработать холодным умом. Именно тогда был сделан анализ информации по биткоину и по какой причине он должен был уйти вверх и до каких границ в этом году. Кто хотел играть и заработать, он это сделал. Вовремя прикупил и вовремя сбросил. Биткоин это один из видов игры и анализа информации, где каждый человек за свои знания получает прибыль. Биткоин это не вложение. Биткоин это один из инструментов в глобальной игре. А сегодня я хочу вам рассказать о деткоине, но это не биткоин, хотя по звуку они похожи. Диткоин это совершенно другие технологии, другие правила и другие возможности. Это те возможности будущего, о которых еще мало кто знает. Эти знания есть только у очень узких специалистов по всему миру. Простому обывателю они неизвестны и непонятны сегодня. И один из таких специалистов решил с нами поделиться этими технологиями. Он делится своими знаниями и возможностями. А если у нас с вами появляются возможности, значит у нас всегда сегодня появляется именно настоящее, а завтра уже реальное будущее. Представляю вашему вниманию специалиста по киберразведке и контрразведке, а также информационной аналитике Масаловича Андрея Игоревича. Этого выдающего человека знают еще по многим другим достижениям в области информационных технологиях. Но главная особенность Андрея Игоревича от всех остальных это информационная контрразведка и аналитика на нестандартных решениях поставленных задач. Андрей Игоревич совсем недавно создал свой личный канал под названием Кибердед, где делится с нами кибервнуками простыми способами сбора информации и его анализа. Где между делом на этом канале также открылся розыгрыш на деткоины. Сегодня они никакой ценности не имеют. Кибердед их раздает своим подписчикам бесплатно за какие-либо заслуги перед его каналом. Ну а те, кто не смог что-либо сделать для его канала или не знает как это сделать, всегда их может купить по цене в 500 рублей за одну штуку. Дед честно говорит, что его деткоины сегодня не имеют ценности. Это всего лишь сувенир с его стороны, своим подписчикам и друзьям. Ну а также, кто хочет их приобрести как сувенир, всегда может сделать ему свой заказ. На сегодняшний день уже есть 402 предзаказа. Я сделал, допустим, 2 заказа на 2 деткоина. И мне только осталось теперь оплатить за эти 2 штуки и получить сувениры от Кибердеда. И вам, кстати, советую прикупить и не пожалеть свои 500 рублей за одну штучку, хотя бы за одну, за сувенир с его стороны. Завтра эти сувениры, кстати, могут быть намного дороже. И это уже факт. Вы зададите вопрос, почему я рекламирую деткоины и при этом, кстати, бесплатно. Я это делаю только по одной причине. По той же причине, почему я вам рассказал о биткоине. То есть мне просто не жалко этой информации. И по той же причине, почему я рекламирую также и другие каналы совершенно бесплатно. Только потому, что на этих каналах очень хороший контент. Например, вот я часто люблю рекламировать канал База Икс. Потому что мне по-настоящему нравится, что делают эти ребята. В свое время мне не хватило денег на биткоины, чтобы сыграть, как говорится, на том анализе, который я сделал. Но сегодня я могу себе позволить потратить 1000 рублей и внести свою сумму в технологии будущего. Мне как такого всего лишь нужно будет продать кому-то свои 4 книги или просто подкопить, как говорится, со своего кармана. И у вас, конечно, возникнет еще другой вопрос. Почему я так яро рекламирую деткоины, которые пахнут обыкновенной пирамидой? Но для начала давайте условимся, что любая новая коммерческая организация в мире, которая имеет на своем балансе большой кредит, автоматически является пирамидой. Потому как никто не знает, отдаст компания кредит или станет в итоге банкротом. Как говорится, волков боятся в лес не ходить. Не забывайте, что любая новая коммерческая организация – это всегда пирамида. А теперь я расскажу, по каким именно причинам я решил отдать свою кровную тысячу. И также предлагаю вам отдать свои 500 рублей. Я, например, небогатый человек, чтобы раскидываться тысячами налево и направо. И также понимаю, что многие из вас также не могут себе позволить прям взять и потратить 500 рублей. Но я при этом вас пропагандирую на это. Начнем сначала. Чтобы понять, стоит или не стоит делать дела с человеком, для начала нужно о нем узнать хоть немного. Из биографии мы видим, что Андрей Игоревич в теме самого рассвета создания искусственного интеллекта в СССР. Вам говорят, что ИИ появился лет 10-15 назад. Нет, искусственный интеллект разработан очень давно. Или задайте себе вопрос, как начала работать та же самая система «Костяная рука» или как между собой общаются ракеты для поражения каких-либо целей во время массированного удара по множественным целям или как именно запускались все спутники и космонавты во времена СССР. То есть поймите, что искусственный интеллект начал создаваться еще лет 70 тому назад. Вначале в виде теории, а затем и практики. Правда, только со стороны военного ведомства. Но он уже создавался давным-давно. Дальше мы узнаем, что Масалов начал заниматься разведкой и сбором всей открытой информации. И при этом умудрился затем разработать свою собственную систему по поиску, хранению и анализа информации. Многие знают одну из его работ под названием «Аваланча» «Система по поиску, хранению и анализа информации». И на этом делают деньги и различные связи в мировом сообществе, вплоть до государственных, силовых и специальных служб. Об Андрея Игоревича можно, по идее, говорить долго и рассказывать долго о его делах. Одного ролика, если честно, не хватит на это, чтобы его полностью разобрать по полочкам. Но кто хочет узнать об этом человеке больше, то всегда можете сделать это самостоятельно на его и других каналах. Я же хочу вам объяснить, что перед нами находится очень редкий специалист и в какой-то мере даже настоящий редкий экземпляр человека из Советского Союза, где ценность такого человека увеличивается в сотни раз. В мире таких людей очень мало. Это люди совершенно другого класса и другого менталитета. Ценность такого человека огромная. Это нужно ценить, потому как мы все профаны живем сегодня на их созданных фундаментах, на их разработках. То есть мы сегодня пользуемся всеми цифровыми благами только за счет их разработок, которые они делали когда-то. Наш кибердед, кстати, давно уже не юноша. И года дают о себе знать. Что это значит вообще? Это значит, что наш дед с каждым годом будет уходить в философию и размышлять о жизни и наследии. Состоявшихся людей в эти года уже не волнуют материальные блага. Не забывайте про это. Их волнует, а что останется в истории о них, когда они встретятся с Богом. Их волнует наследие потомкам своего имени и своих дел. И чтобы оно не исчезло через пару лет, как часто это бывает в нашей жизни. Если вы проследите, как ведет кибердед свой канал, то увидите, что он его ведет всегда в стиле контрразведки. Наш кибердед настоящий информационный контрразведчик. Не забывайте про это никогда. Ну а я такие вещи иногда называю просто. Это люди, которые умеют плести интриги. Во всех своих роликах кибердед оставляет закладки на будущие ролики и будущие действия, где он с самого начала подгоняет свою аудиторию под свою игру и свои правила. То есть все его инфостреливы рассчитаны на дальние дистанции. И о попадании каждого его выстрела вы сможете узнать только через некоторое время, а не сразу. Наш кибердед информационный контрразведчик. Не забывайте про это. Он знает, когда, кому и в какой момент выдавать ту или иную информацию. Он всегда будет впереди вас всех, потому как он создает для этого все условия. Он своей информацией подводит каждого к той теме, которая ему нужна и в которой он будет, естественно, доминировать. Многие скажут, что кибердед тогда обыкновенный мошенник. Нет. Это называется создавать систему игры, в которой контроль всегда у создателя. И в которой начинают скапливаться определенные игроки. У кибердеда также еще есть очень хороший юмор. В этом плане он молодец. Его юмор с диткоинами это, конечно, супер. Можно, конечно, много чего сказать еще про деда. Его технологии общения, показа, раскрытия информации и так далее. Но тогда ролик будет супер длинный. Я же хочу рассказать про сам диткоин. Кибердед нам предлагает сегодня диткоины. Это технологии будущего. Верить ему или нет – дело каждого. Но я думаю, стоит прислушаться к человеку, который стоит у истоков создания и использования искусственного интеллекта. Человека, который занимается разведкой, контрразведкой и анализом информации. Вот чего-чего, но он хорошо понимает и знает все слабые и сильные стороны цифровых технологий. И прекрасно понимает перспективы определенных направлений в цифровых технологиях. Потому что это его основная работа – выявлять перспективы определенных направлений чего-либо. Не забывайте про это никогда. Во-вторых, предлагая свои диткоины сегодня по цене 500 рублей, Кибердед не заработает кучу денег, чтобы под конец жизни угробить свое имя. Он на одной рекламе через свой канал соберет больше, чем эти диткоины, если их даже продаст в количестве тысячи штук. Благо, он уже всех заинтриговал у себя на канале, как заработать на рекламе YouTube, не имея рекламы на канале. У него еще, не забывайте, есть свой расширенный бизнес, который ему приносит огромный доход через свои услуги, сайты, YouTube курсы, простые курсы и вообще много чего. С точки зрения финансовой прибыли, самое главное, отметим здесь, от продажи диткоина он ничего толкового не заработает. Сами изучите его официальный бизнес. Человек прекрасно знает, как строить различные организации, как их открывать, закрывать, перекидывать на других лиц, протаскивать многомиллионные заказы через разные фирмы. И чтобы прибыль была при этом нулевая, это тоже нужно еще уметь делать в сфере услуг, не забывайте про это. А также через дерево финансовых отношений вы можете сами много чего увидеть. Да просто посмотрите, какой уставной капитал у одной фирмы и какую прибыль показывают другие фирмы. Кибердед очень богатый человек с большими связями, где ему еще очень неплохо платят по черному через различные госструктуры. Так, потому что бывают структуры, где их финансовые связи нигде и никогда не отображаются. Как видим, с точки зрения финансов, диткоины никакой ценности для кибердеда не имеют, чтобы обливаться грязью ради них. Для него диткоины это просто игра с дальним прицелом. Кибердед есть кибердед. Я вам не зря пытался так долго расписать определенные ключевые факты про него. У нашего кибердеда есть юмор, притом большой. А теперь я расскажу вам свою интригу. Почему нужно покупать диткоины. Интрига здесь простая. Наш кибердед цифровик советской эпохи, переживший много интересных событий в разные времена. Только богу известно, что именно он знает и что именно успел собрать за это время. Определенная информация в багаже этого человека есть. А информацию, как и деньги, вы знаете, к богу не носят и в гроб не ложат. Есть у нашего кибердеда и желание также остаться в истории. Это нормальное чувство любого человека. Иначе никто бы в мире не задавал вопроса, а для чего я живу в этом мире. Эту черту мы видим по его сайту и частым участием кибердеда на различных каналах ютуб. Деньги кибердеда волнуют постольку, поскольку его еще могут волновать сами технологии создания денег, но не сами деньги. Кибердеду нравится сам процесс чего-либо и создание чего-то нового. А сама изюминка деда это всегда искать неординарные решения в любом действии. Он любит не шаблонность, а оригинальность и простоту. Как говорится, все простое это гениально. Когда кибердед объявил о том, что он ищет людей-программистов, которые бы ему помогли в создании диткоина, это был для меня звонком. Здесь возникает вопрос, наш дед не фурычет в технологиях и просто машинник, заливая нам по ушам? Или наш дед просто хочет отдать техническую часть специалистам, чтобы он мог заниматься другим делом, связанное с диткоином? Вы думаете, у него нет спецов или знакомых, которые могли бы ему все это сделать? Есть. Вы думаете, у него нет денег, чтобы их нанять и все начать? Есть, конечно. Но он не хочет своих, он хочет других спецов и он просто хочет других людей. И просто посмотреть, что из этого получится. Другими словами, процесс изготовления диткоина делится на две части. Одни занимаются болванкой, а дед занимается уже потом начинкой этой болванки. Надеюсь, вы поняли, что кибердед не просто дед. Он просто всегда с нами пытается говорить на нашем уровне и в простой форме, без каких-либо понтов. Они ему уже давно не нужны. Ему просто нужна простота человеческого общения. И поэтому никогда не думайте, если человек с вами просто говорит, то он простой. Нет. Очень часто бывает, что сложные люди пытаются, наоборот, говорить простым языком для всех понятным. Это нужно ценить. Также кибердед признался, что он долго думал о своих диткоинах. Возникает вопрос, а зачем вообще такому человеку так долго думать в простых вещах? Нынче каждый может, по идее, создать свою криптовалюту или что-то похожее. Спецов нынче стало по этому поводу, как собак нерезанных. А вот кибердед задумался. Это все равно, чтобы академик не знал, как решить пример 2 плюс 2. Вот в чем сложность простых действий? Сложность вышла, я думаю, в начинке самих диткоинов. Это не просто диткоины. Это намного сложнее, чем любой биткоин или эфир. Ценность диткоина будет информация, которая будет заложена в этих диткоинах. Она будет там спрятана. И сегодня ее вы не сможете достать, если захотите. Эту информацию можно будет только достать со временем, когда появятся определенные технологии. Что за информацию может прятать кибердед, я лично не знаю. Дед может, как говорится, запихать все, что угодно и куда угодно. Я не знаю, например, в каждом десятом диткоине, в каждой сотне или в каждой тысячной будет лежать информация. Но она там должна быть. Потому что иначе какой смысл этих диткоинов, если это не криптовалюта. По мне, так лучше, если бы в каждой сотне лежала бы информация. В этом случае, в будущем, кому-то нужно будет выкупить все 100 диткоина, чтобы узнать ценную информацию, спрятанную только в одном. А если появится спрос на информацию, оставленную кибердедом, то и каждый диткоин взлетит в цене. Вне зависимости от того, есть на нем инфо или нет. В общем, как в фильме 12 стульев. Чтобы узнать, где бриллианты, купи все 12. Иначе, как говорится, какой смысл диткоинов. Также не забывайте, что кибердед очень тонкий специалист своего дела, с большим чувством юмора и всегда бьет с дальним прицелом. Диткоины рассчитаны на несколько лет вперед. Здесь дед позволяет вам сделать вложение в будущее при маленькой цене. На сегодня собрано всего 200 тысяч рублей. А дело идет, кстати, вперед. И интрига еще нарастает. Кто-то скажет, что дед просто разводит кроликов на канале и хочет показать всем, типа, как легко можно заработать деньги, болтая обо всем. И подписчики сами принесут деньги автору. Нет. Здесь, если и несут деньги автору канала его подписчики, то только веря в авторитет автора. Подписчики кибердеда верят в его имя, которое он зарабатывал несколько десятилетий. И нигде его еще, кстати, не запятнал. И не думаю, что кибердед на старости лет захочет его запятать за несколько сотен тысяч при его-то многомиллионных доходах. То есть посмотрите его официальные данные по бизнес-проектам, в которых он руководит. И вы сами все поймете. Надеюсь, что вы оценили эту информацию и она вам станет полезной. Но каждый человек сам делает все равно свое решение. И сам изучает дополнительную информацию. Я лично возьму диткоина. Кто хочет узнать более подробно обо всем, подпишитесь на канал Кибердеда. И потихоньку и не спеша вы все узнаете. А главное во всем этом, это интрига игры и тот приз, который вы получите в будущем. Дед обдумывает сейчас саму игру и как в нее играть. А мы ее должны запустить, чтобы получить свой определенный приз через покупку его диткоинов. То есть технологии будущего. Я сделал свой вывод из открытых источников. И по какой причине считаю, что диткоины будут иметь все-таки ценность. Единственный товар у деда, это его аналитическая информация из разведданных, которые он получил за свою жизнь. Другим товаром он просто не промышляет. Суть диткоинов это не просто деньги. Это намного больше и интереснее, чем вы думаете. Диткоины это так называемая информационная матрешка, в которой будет много сюрпризов. Купив диткоин, вы не пожалеете, что потратите 500 рублей. Это не пирамида, это намного больше, чем пирамида. Ваши 500 рублей легко могут в будущем, а не сегодня, конечно, превратиться в очень хорошую денежную сумму. Информация всегда имеет ценность, особенно когда она нежелательна для общего пользования. В нашем мире по сей день огромное количество секретов, а разведчики ее умеют добывать. 500 рублей, которые вы платите, это стоимость производства и отправки к вам диткоина. Это всего лишь стоимость материального продукта, который вы можете держать у себя на руке. Не забывайте, покупая диткоин, мы еще также создаем эту систему и делаем ее ценной. Ценность любой системы это сторонние вложения, а не личные и одного человека. Кибердед легко может и за свои деньги отпечатать эти диткоины, но ценности тогда не будет, потому как он один вложил туда свои деньги. А вот когда в системе будут ваши деньги, значит появляется интерес к этой системе и появляется ценность этой системы. А также появляется ценность в том, что эти диткоины будут раскиданы по огромному количеству людей. И у кого что находится, никто не знает. А значит начинается уже и поиск этих диткоинов. Надеюсь, что вам понравился ролик и он заставит вас задуматься. И конечно буду рад вашему анализу про диткоины Кибердеда и что вы об этом думаете. А так всем большое спасибо за просмотры и комментарии. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok